В Киеве ничего не бомбят, только жилые домашние, у нас войны нет. Вы бы хотели, чтобы они все-таки узнали? Морду пока не дали, пойдем дальше. Я сама россиянка. Да вы что? Да, я русская. Они говорят, что нас нацисты, фашисты. Они говорят, что их притесняли здесь? Вот имеет смысл еще что-то доказывать, объяснять? Доказывать? То это сразу тюрьма. Ну, говорите, как вы думаете. Закон-то так. Вас интересует, что думают об Украине, в России вот сейчас? Здравствуйте, друзья. Я Наталья Дуброва. Привет, я Татьяна Комарова. Ребят, вы знаете, мы решили пройтись по улицам Киева и задать людям один вопрос, который интересует и нас. Вот отвечать ли, убеждать ли, доказывать ли жителям России, жителям РФ, что-то открывать ли им глаза на Украину, на события в Украине? Вот стоит это делать или нет? А ты сама как считаешь? Ну, я понимаю, что очень большое количество людей, ты ни в чем не убедишь, и они, ну, любой человек уже определился, ну, как бы, с отношением к этой войне. Ну, и мне кажется, это бесполезным, но, когда я вижу вот какие-то комментарии на канале... Ну, почему? Некоторые люди все-таки, бывает, меняют свое мнение, некоторые как-то начинают с одного, потом заканчивают другим, и некоторых как-то вообще нет мнения. Мне кажется, вот это не бесполезно. Ты считаешь, что стоит? Да, я считаю, что стоит. С одной стороны, ты знаешь, а меня разрывают противоречия, потому что, когда они пишут, что, типа, Буча это фейк, причем пишут не боты. Как отличить бота от не бота, если вы заходите на аккаунт и видите, что он создан два месяца назад, и называется, например, Птичка-невеличка, или Тики-Чики, что-нибудь такое. Ну, в общем, не именем, короче. Да, это какое-то инкогнито непонятное. Вот, и иногда, когда я читаю комментарии реальных людей с именами и фамилиями, и когда они высказывают свою точку зрения, когда они пишут, что, типа, Буча это фейк, вы там сами трупы разложили и все остальное, иногда вот хочется, чтобы эти люди все-таки, блин, узнали. Узнали правду, да. А иногда понимаешь, нет, ну, понимаешь, что такие люди, так это бессмысленно, конечно. Нет, если боты, то да, а вот если реальные люди, а с другой стороны, я понимаю, что и реальных людей очень много таких, которым что ни говори, то есть они тебе задают вопрос, ты им отвечаешь, а они сразу перескакивают на другую тему, понимаешь? Они, да, слышат только то, что они хотят слышать. Да. И вот интересно, плевать вот людям, которые живут в Украине, на мнение россиян или нет? А как ты думаешь, большинство что скажет? Ну, мне кажется, большинству либо наплевать, либо, может, нас пошлют подальше. Ну, надо послать, да. Когда мы будем с таким вопросом, я даже немножко волнуюсь сейчас к людям приставать. С такими вопросами. Ну, это же морду не набьют все-таки, но вопрос такой стрёмный, конечно. Ну, давай сейчас прямо спросим. Ну, давай. Скажите, вот вас интересует мнение, что думают в России о Украине или нет? Нет. Не интересует вообще? То есть вы считаете, что бесполезным, что доказывать? И для меня неяснует, да. Неяснует. Доброе, дякую. Все, как все. Говорит с их извращенными мнениями. Ну, Таня, морду пока не дали. Пойдем дальше спрашивать. Нет, пока даже с юмором. А для вас имеет значение? Вам интересно, что думают об Украине в России? Ну, конечно, интересно. Во-первых, я сама россиянка. Да вы что? Да, я русская. Ага. Ну, русская или россиянка? Нет, да, да, я русская. Я родилась на Украине, но у меня папа Романов Александр Александрович, россиянин сам из Питера. Ну, я к России отношусь с уважением, но украинцев я люблю больше. А вот в этой ситуации, в ситуации войны, вот как-то, вот тем людям, которые считают, что это неправы, там, что Буча это фейк, что вот… Что они бомбят жилые домовки, бомбят же только военные объекты. Тем более, вот вы даже, вот как русский человек, может быть, вы у вас остались там друзья, родственники. Ну, у меня папа Романов Александр Александрович, но папы нет уже в живых. Ну, родственники, наверное, какие-то есть, но я с ними связи не поддерживаю. Не поддерживаете? Нет. Ну, как-то так получилось. Вернее, они с нами не поддерживали связи, потому что папа женился на украинке, ну, и они как-то перестали с нами общаться. Из-за того, что женился на украинке? Да, из-за того, что женился на украинке. Да. Это, в общем, такая сложная ситуация. Да, да. А вот вам хотелось бы вот рассказать вот россиянам, вот хотелось бы вот, чтобы они… Нет, не хотелось бы? Нет, я не хочу. Не хотите? Нет, я хочу, чтобы все было хорошо. Ну, все так хотят. Да. Чтобы россияне к нам хорошо с уважением относились, а мы хорошо к ним относились. Ну, уже что-то как-нибудь такое… Ну, они считают, что Украины нет, что это фейковая страна. А это Ниля Романова. Да, мы слышим. Да, да, да. Ну, понятно. Спасибо большое, да. Спасибо. Вам удачи. Самое главное, будьте здоровы и счастливы. Спасибо большое. Вы вам тоже хорошие. Спасибо. Ну, я так поняла, что Романова – это имеется в виду, что все-таки какие-то вот предки, да, знатные? Да, но я так понимаю, что на три раза повторяю, так, наверное, намекает, что она из царских кровей, да? Ну, да, и вот себе спокойно человек говорит все, что он хочет, что он общаться с теми не хочет. Ну, то есть, знаете… Ну, нет, ну, она, как бы она, потому что она половина украинка, потому что у нее мама украинка, я так понимаю, что папа женился на украинке. Ну, я так понимаю, что, знаешь, у нее, с одной стороны, вот ее происхождение, которым бы она хотела гордиться. Ну, при этом у нее нет ни друзей, ни… Да. Они с ними не общаются. Да. В общем, немножко такой странный ответ Не, ну потому что жениться на украинке Перестали общаться Очень странно, потому что, знаешь, очень много таких браков Русских с украинцами Нормально все общаются Но, по крайней мере, общались до войны Общались до войны, да И, кстати, работает колесо Работает, да Видишь, там кто-то даже катится Вас интересует, что думают об Украине, в России, вот сейчас? Что думают еще в России, об Украине? В России, об Украине, да Что интересует для меня? Да Что интересует меня? Да Честно говоря, или нет? Не интересует Не нужно никому все доводить Ну, знаешь, сначала была стадия, когда доводили Ну, типа, началась полномасштабная война Из вторгления России в Украину Ну, да-да-да, мы знаем Мы заживем Хорошо Ну, и, ну, особенно у меня был период, когда, типа, там что-то Хотелось Или коллегам Ну, я просто актор За профессией А мы в театре травмы На Левом березе Протива Да Интересует ли тебя, вот, что думают и говорят россияне об Украине сейчас? Категорически нет Вообще не интересует Не интересует И, как думаешь, есть ли смысл вот как-то их переубеждать? Боже упаси, боже упаси, только на поле боя Закончить с ними и забыть Забыть, пока Пока не забудут мои внуки Пока все это не забудут мои внуки И, может быть, их дети Может быть, заговорят и по-русски И, ну, вернется Пушкин И все это А сейчас это все искоренить полностью Понятно Они говорят, что их притесняли здесь 24 февраля 24 лютого Перестал бути на Украине Росийский театр Леси Украинки 24 лютого Как пошли их самолеты Их геликоптеры Все Их притесняли На Крещатике был русский театр Огромный Академический Закончить Забыть Страшный сон Забыть и мову их И их лидеров И их Там культуру не думаю Бо культура Воно все одно В нас в сердцах Воно є И воно Некуди Воно не динется Але мова повинна Зараз Ми повинні Щоб вони Знави своє А потім чуже А вони Воно 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 Что так, Россия может с нами поступать. Мы же им ничего плохого не сделали. Мы жили дружно. А что вас больше ранить в том, что они говорят? Что вас больше ображает? Ображает меня больше то, что они говорят на нас нацисты, фашисты. Это же не правда. Это же абсолютно не правда. Мы же нормальные люди, мирные люди. И меня больше образовали, когда они говорят, что Буча это фейк, что вы сами там трупы раскидали. Да, это жах. Ну, это уже, да, это уже, конечно, что это само собой разумело. Но это же уже наслідки. Это же уже наслідки. Головное, что они не понимают, что на самом деле происходит. Где правда, где брехня. Как надо себя поводить, как думать, кто есть друг, а кто есть враг. Вот это самое главное, что они не понимают. Это проблема. Ну, нужно, чтобы все их руководство, их руководство, в первую очередь. Потому что там пропаганды такой не было брехливости. Чтобы там правда говорила, а не брехня. Потому что им нужно открыть очи. Очи на мир, очи на Европу. Ну, и не только на Европу, а вообще на все цивилизованные страны. На цивилизованный мир треба им открыти очи. Они замкнуты в своем просторе. И замкнуты они в своем околе, в своей стране. И им просто не дают возможности, их политика проводится, телебачение, информация вся, которая им подается. Им просто не дают возможности, чтобы они могли бы видеть, как живут другие страны, какие их ценности. А вы до 24 лютого говорили російською? Ні, только украинскую. Украинскую? Я весь час. Я украиномовна. У меня украиномовна семья, хотя мы живем в Киеве. И весь час я вообще украинка. Такая щира украинка. Люблю Украину, люблю все украинское. Я люблю и російськое. Я любила, любила и російськое. Я любила, у меня сестра живет в Росії. А вы спилкуетесь? Зараз нет. А вона звонила хоть раз? Ну, вона не звонить, ей не треба звонить, мабуть. Я думаю, что вона не звонит. За всю войну не звонила ни разу? Ни разу. Это ваша ряда? Ні, двоюродная. Двоюродная. Ей не цікаво? Ей цікаво. Але вона не может просто у цілях безпеки, вона не может звонить. Тому що вони там займають деякі посади. І вони просто для збереження свого життя, вони цього не роблять. Мені не полягаємо. Ну, багато є росіян, і не тільки росіян, які підтримують нас. Так, ми знаємо, так. Так, ми знаємо. Тому так. Пройде час, і час у нас всіх розсуде. І покаже, хто є хто, і хто на що варте. Але треба нам перемоги і миру. Мені все рано, що вони думають о вас. А, вам не все рано ситуація? Але те, що вони думають, пускай вони думають, це їх лична біда. Це їх біда, да? Тобто ви стараєтеся цікаво не читати і наплевати? Нет, ну ви що, як це, я все читаю, я все знаю, я в курсі. Нет, я маю ввиду то, що вони. То, що вони, я стараюсь, я даже не можу. У нас є в Телеграмі там солов'їв, даже не хочу і близько їх слушати. Нет, смысл їх переубеждати, тому що ми не настільки красноречиві, як солов'їв. Тобто тому? Тобто тому доказувати на примері одной белой ворони несуществування чёрных ворон, це безполезно. Тобто считаєш, що безполезно, да? Тобто так. Їх я взагалі не слушаю. Нет, наверное, нет. Единственный вчора момент, ну це довго буду розказувати, конечно. А ви покорачиваєте. Я очень, как бы, спеететом отношусь к одному человеку, который, которого зовут Шлец. Знаєте, наверное, да, блогер такой, который бывший разведчик. Он слушает, я его слушаю. Вот он сказав, що все, вони сказали, що все, вони не победили. Все, мені этого довгою. Да? Достаточно, да. А що вони що? Що вони не повинять? Они не повинять, да, вони признають. Ви зробили наш день, якщо це правда, ну, по крайней мере, надежда. Ну, то есть вас не интересует, що вот эти россияне розказують, що? Я не слушаю. Ну, правильно, нерви крепче будуть. Я не слушаю. Я ще читаю, знаєш, що на доказування вот этим вот людям, которые все равно, ти їм нічого не докажеш, на це уходять твої нерви, твой ресурс. Ну, я тебе це давно опиталась. А я как-то не слюшуся. Там все упорно пытаєшся кому-то что-то доказати. Хотя, нет, кому-то, может быть, и есть смысл доказывать, кому-то и есть смысл. Ну, таких людей, ну, по крайней мере, из наших подписчиков и тех, кто смотрит наш канал, не очень много, но есть все-таки. Ну, из наших подписчиков очень много есть людей, которые смотрят, мы же видим статистику, мы же видим, кто из каких стран нас смотрит. Может, девушка тоже захочет? Девушка, а вы не хотите ответить на один вопрос нам? Нет? Вам просто интересно, що ми снимаємо? Вот, мы же видим статистику, на самом деле очень много людей просто смотрят и молчат, и ничего не пишут. Это наводит на размышления. А вас цікавить, вас интересует, що думают россияне об украинцах и об Україні сейчас? Вам это, вас это интересует или нет? Угу. Или? Честно кажучи, мне зараз до россиян трошки, ну, так. Наплевать. Ну, говорите, как вы думаете. Наплевать, да? Загалом-то так. Мне у нас цікавить, якась думка в украинцах. Да, абсолютно не цікавить думка в россиянах. Спасибо. Дякую вам. Дякую вам. Гарного дня. Для вас имеет значение, что сейчас россияне говорят об Украине? Вот что они думают? Или вам плевать? Или имеет значение для вас? Нет значения. Доказывать им что-то нужно, вы считаете? Ну, мне кажется, уже бесполезно. Вы считаете бесполезно, да? А вы? Доказывать. Уже нечего бесполезного. Ну, типа, в первый месяц пытались, а уже поздно. Имеет значение для вас, что сейчас говорят в России об Украине? Да. Да? Имеет все-таки, да? Да. Вы считаете, что лучше пробиваться, как-то доказывать им что-то? Пытаться открыть глаза? Я думаю, это бескорестно, но потребно. Да? Потому что может поможем. Может поможем. Жите в Киеве много красивых девушек? Да, вот так вот. Причем, в пирсе на улице людей немного. А вот почти все девушки, которых мы спрашивали, все вот очень хорошенькие и привлекательные. То есть, ребята, подпишитесь на наш канал. Поэтому... Хоть мы уже не такие молоденькие девушки. Ну, считаешь, что я красивый. Ну, тоже ничего. Ну, всем, ребята, это шутки, конечно. Это мужчины, конечно. Подпишитесь, пожалуйста, поставьте нам лайки. Вы нам этим поможете. Даша, мы стараемся узнавать мнение людей, рассказывать вам правду по понедельникам и четвергам. Для вас имеет значение? Вот вас интересует, что говорят сейчас в России об Украине? Ну, конечно. Да? Мает значение. А требует им что-то доводить, открывать очи, как вы вважаете? Нет. Это ничего не даст. А чего у вас тогда это интересует? Ну, интересует только через то, что неприятно слышать их думки. Ты смотришься, ну, ты понимаешь, что это ничего не даст, что ты будешь им пояснивать, что в Украине война, что вы в этом овините и так далее. Но все равно это как-то впливает на тему Путика. Интересует, что сейчас говорят в России люди об Украине, о ситуации в Украине? Или вам все равно уже сейчас? Ну, не то, что интересует. Как сказать? Не, оно же влияет на потом действия Путина, может влиять. Если большинство людей будет против войны, так оно может как-то влиять на... руководство. Вот так, только так интересует. А вы считаете, что им вот имеет смысл еще что-то доказывать, объяснять, что остались люди, которые способны что-то услышать? Ну, вообще-то думаю, да. Сюда? Не, потому что, ну, а неоткуда, ну, допустим, они имеют такое мнение. Нет, ну, опять же, да. Им тоже что-то доказывали, только доказывали с другой стороны. Если начинают доказывать с нашей стороны, значит, они должны их поменять. Смысл в этом все-таки есть. Да, у нас смысл в этом все-таки есть. А вас интересует, что думают в России вот сейчас об Украине? Зовси меня. Нет? Все, спасибо. Все понятно. Мне интересует? Меня? Как это не интересует? Интересует? Ну, вот им нужно что-то с вашей точки зрения доказывать. В этом есть смысл какой-то? Все все знают. Думаете, все все знают? Ну, которые обманываться хотят, а они обманываются. А все, кто видит, они видят. Мы сколько раз им говорили, наголошили, что припините. У вас великий народ, вы взмозитесь все припините. Но они промочили, они это проигнорували. Мне, знаете, не цікаво слушать думки тех людей, которые привыкли жить в рабстве, которые не желают ничего изменять, которые привыкли жить в слитнях, которые привыкли жить под каблуком у диктатора. Тому, тем паче, уже скоро майже рік, как и война идёт. Поэтому абсолютно не цікаво. Сенсу никакого нет. Ни такого нет. Эти люди, я думаю, у них есть шансы измениться. Но на это пойдет много лет, и это точно будет не при путинском решении. Хочу сказать, для меня результаты нашего опроса оказались неожиданными. То ли мы на таких людей попали, потому что большинство говорит, что все-таки хотели бы, чтобы в России открыли глаза на ситуацию. Нет, в этом есть смысл. Потому что действительно, чем больше людей будут знать какую-то правду и объективную какую-то ситуацию, тем скорее прекратится война. Так что смысл в этом, конечно, есть. Но просто мало кто верит, что это возможно. И мало кто в Российской Федерации готов слышать то, что происходит здесь по-настоящему на самом деле. Мало кто готов слышать. Я так считаю. Ну, ребята... Ну, будем надеяться все-таки, что это видео принесет какую-то пользу, что это было интересно для вас. Так что, ребята, подписываемся, ставим лайки. Видео выходит в понедельник и в четверг. Мира всем. До свидания. Пока.